Загадочно душа русская. Когда берет русский человек штурмовую винтовку в руки, приделывает к ней сошки и немного увеличивает магазин, то получается брутальный пулемет, рамсящий всех на своем пути. Но когда швед в своей игре пытается повторить это, получается не загадочно и не по-русски. В общем, с вами снова Хайт и это гайд по РПК. РПК-74 это пулемет, с которым мы стартуем в Battlefield 3, когда играем за русского бойца поддержки. С таким орудием саппорт из нас что надо, но не пулеметчик вовсе. В нашей доблестной армии, говорю без сарказма, РПК так и не получил модный статус полноценного пулемета. Потому что он действительно не пулемет, а штурмовая винтовка с большим рожком. Начнем с плюсов нашего орудия. Первый плюс относительная точность. Второй, мягкая и нежная отдача. 0,2 влево и вправо, и 0,3 вверх. При первом выстреле отдача 0,54. Третий плюс, модный деревянный дизайн, сочетающий в себе классику и современный блеск. Минусы РПК. Первый, низкая скорострельность, всего 700 выстрелов в минуту. Слишком низкая, чтобы конкурировать с F2000 и АЕКом. Второе, обвесозависимость. Каждый открываемый обвес улучшает работу РПК. Но без обвесов РПК отказывается работать голышом. Третий минус, это нежность. Игровой РПК не любит добивать. Про пули. Пули летят со скоростью 600 метров в секунду. Каждые 900 метров отклоняются на 7% вниз и наносят до 8 метров. 25 урона после 50-18,4. Принцип действия, как у штурмовой винтовки, перезарядка. Тактическая 3 секунды, пустой 4 секунды. Модули. Как я уже говорил, РПК очень зависит от модулей. Это не так уж и плохо. По крайней мере, есть стимул играть. Прицелов может быть только два. Либо Кобра, это русский коллиматор, либо американский голограф. Больше ничего. Про рукоятку можете забыть. Она бесполезна. И когда мой сын вылезет из моей жены, я скажу своей дочери, чтобы та ни за что не стреляла из РПК, который стоит на сошках. Ни за что. Самое интересное находится в третьем слоте. Смело можете одевать туда первый попавшийся обвес. А именно, пламегаситель и глушитель, которые будут открываться по очереди. В конце списка висят самые крутые обвесы. Это утолщенный ствол и увеличенный магазин. Не могу сказать, что с утолщенным стволом игра становится легче. И то же самое про увеличенный магазин. РПК настолько хардкорный пулемет, что увеличенный магазин отличается от обычного всего на 15 патронов. Что же такое РПК и как с ним играть? В первую очередь, это Калашников. Не надо называть его Какашников. Да, все АК в Battlefield 3 слоупочные. Но взять АКСу он жжет. Любой Калаш в игре жжет, а вот РПК нет. Он не такой. Да, из взяли РПК, помыли его в тепленькой ванной с нежной пенкой. После окутали в теплое одеяльце и в кульминации смазали его лосьоном Джонсонс Бэйби. Да, так и была совершена главная ошибка. Попа РПК не стала нежной. Потому что она выполнена из дерева. Буратино от Джонсонс Бэйби нежнее не стал же. А вот сам пулемет совсем обмяк. И это печально, потому что самое надежное оружие не может быть самым нежным. Но выясняется, что играть с ним можно и даже очень можно. На деле РПК это самая обычная штурмовая винтовка. У него специфичная манера недоубивать, но с ней можно жить. Я же как-то выбил утолщенный ствол. С РПК вы штурмовик, который может дать патронов, как в Бэткомпани, которому отрезали под стволу и дали взрывчатку. Для пулеметчиков, бегающих с Personal Defense Weapon, может быть только одно оправдание. Личная неприязнь к легким пулеметам. В остальных случаях они теряют драгоценную возможность рамсить и быть штурмовиком, который стреляет дольше, больше и бесконечно. В прошлом выпуске я говорил, что в нашей стране продают лучшую смерть. Я не отказываюсь от своих слов, лишь хочу сравнить РПК в Battlefield 3 с Макдональдсом. Да, он убивает медленно, будто стреляет бургерами с картошкой фри, но нужно обладать терпением, так как в конце концов враг умрет от ожирения. Спасибо, что услышали. С вами был Хайт. Подписывайтесь на наш канал, меньше налегайте на картошку фри, смотрите наши видео и не лейте столько кетчупа.